Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Евгений Кочетов посетил село Ахмол Целиноградского района. Подробности об этом через несколько минут расскажу вам я, Каир Бетульгенов. Руководство региона и районов области обсудили вопросы подготовки к предстоящему агросезону и пассивной кампании. Подробности об этом уже через несколько минут расскажу вам я, Эльмира Оспанова. Президент Касымжимар Тукаев принял министра культуры и информации. Аида Балаева доложила главе государства о проделанной в этом году деятельности ведомства и презентовала план на следующий год. В этом году казахское искусство впервые представлено на всемирно известных арт-площадках в Венеции в Музее азиатского искусства ГИМЕ. Печатная продукция страны была представлена на франкфуртской книжной ярмарке. По сравнению с 2022 годом количество волонтеров в этом году достигло 240 тысяч человек. «2025 год – идеологически особенный год. Есть несколько памятных дат, имеющих большое историческое значение. В этой связи сегодня я доложила главе государства о ходе подготовки, а именно ознакомила с 30-летием Ассамблей народа Казахстана, съездом мировых и традиционных религий, специальными проектами, посвященными 80-летию Победы. Президент внёс новые предложения и дал поручения». Также Касымжумар Тукаев принял советника президента, специального представителя по международному экологическому сотрудничеству, Зульфию Сулейменову. Глава государства был проинформирован о главных итогах 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, состоявшейся в Баку. Также было одоложено о ходе подготовки к международному мероприятию One Water Summit, которое состоится 3 декабря в городе Риад. Саммит будет организован под председательством Казахстана и Франции, а также при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии. Президент поручил качественно реализовать инициативы Казахстана в области экологии, водных ресурсов и сохранения биоразнообразия. Страны-члены организации договора о коллективной безопасности пришли к соглашению об укреплении таджикско-афганской границы. Так, Казахстан подвел итоги своей работы в качестве председателя. Главы государств, собравшиеся в Астане, также подписали ряд важных документов. В столице собрались руководители Казахстана, Кыргызстана, России, Белоруссии и Таджикистана. Для начала Касымжомар Токаев поприветствовал коллег. Главы государств сделали памятные снимки. После этого лидеры стран начали сессию Совета коллективной безопасности и организации договора о коллективной безопасности. Открывая сессию, президент отметил, что структура стала уникальной площадкой для обеспечения мира и стабильности евразийского континента. Высказал своё мнение относительно сложившегося противоположного мнения по отношению к коллективу. В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи. Важно подчеркнуть, что ОДКБ – это не просто военное партнёрство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета. В этом году Казахстан председательствовал ОДКБ, поэтому саммит прошёл в Астане. Всего было проведено около 60 мероприятий. Президент подчеркнул, что Казахстан полностью выполнил возложенную задачу. «Созданы и функционируют силы и средства коллективной безопасности. Выстроено конструктивное сотрудничество с рядом авторитетных международных и региональных организаций. Уважаемые участники заседания, только что в узком составе 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Героизм ветеранов, трудовой подвиг тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти». Основной задачей организации является взаимное военное сотрудничество и совместное преодоление опасности. Нынешняя напряжённость требует объединения усилий в геополитических условиях, особенно конфликт в России и Украине и на кыргызско-таджикской границе. Ситуация в Афганистане тоже тревожная. Тем не менее, позиция Казахстана известна. Пристальное внимание в течение года уделялось вопросам боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности. Сегодня мы подпишем два протокола к международным соглашениям по вопросам статуса сил и средств ОДКБ и перевозкам воинских контингентов. Продолжается работа по повышению навыков и уровня готовности миротворческих контингентов стран ОДКБ. В сентябре-октябре в Казахстане проведены командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ. В этот раз в саммите не приняло участие государство Армения. По этому поводу секретарь организации сказал следующее. Армения сейчас взяла перерыв участия в работе организации. Это решение суверенной страны, независимого государства. Никакое государство или организация не могут на него повлиять. Однако Армения всегда будет нашим союзником. Мы надеемся, что в дальнейшем Армения будет полноценно участвовать в работе организации. Следующая сессия Совета безопасности пройдёт в Бишкеке. Взяв на себя обязательства председательства, Кыргызстан назвал приоритетные направления, которые должны быть выполнены в наступающем году. Садыр Жапаров собирается провести международную конференцию по кибербезопасности. Председательство Казахстана в организации договора о коллективной безопасности прошло успешно. Все намеченные планы и проекты были реализованы. Так считают казахстанские эксперты и политологи. Была проделана работа, имеющая значение не только для государств, членов организации, но и для всего мира. Через месяц обязанность председательства будет передана Кыргызской республике. Организация договора о коллективной безопасности была основана в 1992 году. С тех пор прошло 38 саммитов. В Астане президенты встретились на 1939-м. Организация работает не только в военном направлении. Усилия прикладываются в сфере продовольственной безопасности, торговли и регулирования связей государств-членов с третьими странами и международными. Организациями. Председательство республики Казахстан в этой организации, во-первых, повысило её авторитет. Во-вторых, самостоятельная работа служит для достижения целей, поставленных сегодня перед ОДКБ как сложившейся организацией. Председательство в организации меняется каждый год. Каждая страна определяет основные задачи, которые расставляют приоритеты отдельно от работы в целом и активизируют деятельность в этом направлении. Это способствует повышению важности и достоинства организации. Казахстан в 2024 году уделил приоритетное внимание следующим вопросам. «Вопросы пограничной безопасности. В целом ставились вопросы наркотрафика, распространения от границы к границе и вопросы профилактики терроризма и экстремизма. Сейчас на повестке дня стоят такие вопросы, что вместе с глобальными проблемами рассматривается профилактика, предотвращение угроз и безопасность». В настоящее время членами ОДКБ являются Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Россия и Таджикистан. До 2026 года генеральным секретарем организации является Манголит Асмакомбетов. Национальный банк превысил базовую ставку до 15,25%. Причиной тому стал рост годовой инфляции в Казахстане до 8,5% в октябре. А на инфляцию повлияло значительное удорожание регулируемых услуг и ослабление тенге в рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции». Прогнозируется, что в предстоящем году уровень инфляции составит 12,5%. Рост цен ускоряется как из-за внутренних, так и из-за внешних факторов. К основным внешним факторам относится рост мировых цен на продовольствие, высокая инфляция и значительные курсовые колебания в ключевом торгово-экономическом партнере нашей страны и в Российской Федерации. Что касается давления на цены внутри нашей экономики, на них оказывают продолжение реформ в сфере ЖКУ, высокий потребительский спрос. Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Евгений Кочетов посетил село Акмол Цлиноградского района. В ходе рабочего визита он провел прием граждан. Кроме того, ознакомился с деятельностью Государственного детского сада, Жилдос и комфортной школы гимназии. Кайрбек Тулегенов с подробностями. Жители села беспокоят развитие молодежи. Вопросы на приеме граждан касались дополнительных программ или грантов для поддержки молодежных инициатив и льготного кредитования. Также просьбой одной из местных жительниц стало строительство нового районного дома культуры в селе Акмол. У нас очень много творческой молодежи, очень много талантливых детей. С каждым годом наше село все разрастается и разрастается. Районный дом культуры, который был основан на сельском доме культуры, уже нам маловат. И хотелось бы, чтобы нам построили большой районный дом культуры, чтобы вся наша молодежь ходила в кружки, чтобы участвовала во всех мероприятиях. Как было отмечено, земельный участок для строительства уже выделен. В ответ на данный запрос вице-министр заверил, что они окажут поддержку для молодежи, привлекая активистов из столицы для обмена опытом и проведения мастер-классов уже в новом доме культуры. Далее Евгений Кочетов посетил детский сад Жолды, основанный в 2010 году. Как отметила заведующая дошкольным учреждением, для воспитанников созданы все условия. Дети занимаются в бассейне, спортивном, музыкальном и хореографическом залах, кабинете этнопедагогики. Одно из новшеств, которое очень понравилось ребятам – кружок джампинга. Наш детский сад самый большой по району, рассчитан на 340 мест по проектной мощности. В детском саду 14 групп, 11 групп с государственным языком обучения и 3 группы с русским языком обучения. По детскому саду 44 педагога, из них конкретно 28 воспитателей. Остальные – это узкие специалисты, как физинструкторы, инструктор по плаванию, казаховед, психолог, логопеды, музыкальные инструкторы и так далее. После чего вице-министр культуры и информации ознакомился с работой комфортной школы гимназии, открывшейся в конце сентября этого года. Она рассчитана на 1200 мест. В данный момент здесь в одну смену обучаются 1047 учащихся. Образование детям дают 84 учителя. После уроков ученики школы посещают дополнительные занятия и спортивные кружки. Комфортная школа создает для детей самое главное – комфорт. У нас много образовательных кабинетов. Есть кабинет робототехники в соответствии с заинтересованностью детей, с тем кабинет, кабинет информатики. Также есть зал хореографии, актовый зал, два спортивных зала и столовая. Кроме того, есть хорошо обустроенные кабинеты технологий для мальчиков и девочек. Дети очень рады. Они занимаются на уроках с большим энтузиазмом. Для учеников много условий. Вот еще недавно стала президентом школы. Вот буду стараться для учеников, чтобы еще улучшить нашу школу. У нас есть много оборудований. Специально есть для творческих занятий, есть для спорта. Очень много оборудований. Прям очень довольны к этому. По словам вице-министра, он убежден, что два объекта успешно ведут свою деятельность на благо подрастающего поколения. Он отметил, что в садике и школе работают профессионалы своего дела. Здание – это одно, стены – это одно, красивые. Но крайне важно, какие ценности педагоги здесь несут. И очень знаково, что как раз мы посмотрели, как реализуется сейчас программа воспитания Бертута Старбье. Здесь какие акценты делаются, какие шаги для этого предпринимаются. И самое важное, наверное, что мы посмотрели, как это работает в связке с дошкольными учреждениями. По итогам рабочего визита в Целиноградский район вице-министр культуры и информации отметил, что пристоличному региону уделяется особое внимание. Некоторые проблемные вопросы можно решить не только на областном, но и на республиканском уровне. Чтобы вовремя получить господдержку для агросезона 2025, сельхозтоваропроизводителям необходимо погасить задолженности прошлых лет. Элеваторы региона планируют разгрузить, освобождая место для приема зерна проткорпораций. Подготовку к весеннеполевым работам следующего года обсудили на совещании в областном Акимате. Участие приняли руководство региона и районов области, ответственные ведомства, а также представители финансовых институтов. Открывая совещание, Аким области Марат Ахмеджанов подчеркнул, что имеются все возможности для исполнения поручений главы государства по развитию сферы агропромышленности и удвоению экономики. Мелочей в этом деле не бывает. Собрать хороший урожай в следующем году можно благодаря эффективному использованию потенциала господдержки. Теперь на Агро-25 мы уже сегодня должны готовиться. Акимы должны с каждым сельхозпредприятием вас на территории проработать. Его возможности, чтобы он мог получить без проблем. И сделать такие условия, чтобы потом мог погасить это без проблем. То есть должна быть эффективность. Когда мы не только кредиты, там удешевленное топливо, лейтинг, сельхозтехник, удобрения, субсидии, все. Это должен быть хороший результат уменьшения себестоимости. То есть рост производительности труда даст и рост благосостояния жизни, населения. Вот к чему мы должны стремиться. Чтобы труд аграриев не пошел на смарку, необходимо глубоко продумывать вопросы транспорта и хранения, решать проблемы снижения цены, отсутствие переработки. Для удобства анализа в области планируется полностью оцифровать карты полей. Пилотным проектом выступят Зерендинские и Астраханские районы. Посевной следующего года это поможет подойти с умом. Ход весенней посевной кампании в области был замедлен по причине медленного прогрева почвы и аномальных майских осадков. В итоге, в оптимальные сроки у нас осуществлен посев зерновых и зернобового культурной площади 3 миллиона гектаров. Это 6-4%. И в более поздние сроки, вплоть до 20 июня, а некоторые позже даже, сеяли 1,7 миллиона гектаров. Что привело к снижению урожайности и ухудшению качественных показателей сельхозпродукции на этих полях. И в предстоящем году необходимо организовывать работу с сельхозтоваропроизводителями по соблюдению ими срока сева сельскохозяйственных культур с учетом научных рекомендаций. Залог хорошего урожая в качественном посадочном материале. До 1 марта следующего года семенной фонт должен быть засыпан и отдан лаборатории на анализ. Подводя итоги совещания, Акимобласти озвучил и другие поручения и сроки их исполнения. Срок до 15 января 2025 года – сформировать пул заявок на приобретение минеральных удобрений у отечественных заводов-производителей. Срок до 1 апреля – завершить полную подготовку сельскохозяйственной техники к проведению весельных полевых работ. Обеспечить проведение своевременных мероприятий по снегозаводержанию. Активизировать работу по возврату сельскохозяйственных кредитных обязательств перед финансами и историей. В завершении собрания Акиматам районов было также поручено довести до агрария в квалификационные требования программ господдержки и провести анализ соответствия им. Эльмира Оспанова, Василь Вережников, Кукщаяк, Парад. В Казахстане запустят цифровую платформу физической культуры и спорта «Еспорт». В него вносятся паспорт спортсмена, тренера, судьи, электронный протокол соревнований и данные управления спортивными объектами. Об этом сообщили на совещании с участием заместителя премьер-министра Тамары Дюйсеновой в Петропавловске. На встрече местные специалисты отрасли поднимали такие актуальные вопросы, как укрепление базово-технического состояния детско-юношеских спортивных школ и повышение оплаты труда тренеров. При этом спортивные учреждения страны намерены перейти на систему подушевого финансирования. Планируемая сумма – 415 тысяч тенгена человека. Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дюйсенова встретилась с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии и Монголии Хусейном Осханом. В первую очередь вице-премьера отметила успешную реализацию ряда проектов в реальном секторе экономики при поддержке Финансового института. Банк участвует в строительстве больницы в Кокшетау на основе государственно-частного партнерства. Тамара Дюйсенова призвала представителей Финансового института расширить сотрудничество в социальной сфере. Отмечено, что по поручению главы государства реализуются меры по улучшению инфраструктуры и сферы образования. Учреждения строятся в рамках национального проекта «Комфортная школа». В ближайшие три года планируется провести капитальный ремонт 1300 объектов среднего образования и оборудовать их современными предметными кабинетами. В этой связи заместитель премьер-министра пригласил представителей Международного финансового института к совместной работе. Хусейн Усхан в свою очередь заявил о готовности Европейского банка реконструкции и развития развивать партнерство в социальной сфере. Он также выразил готовность совместно с заинтересованными государственными органами и другими международными институтами рассматривать предлагаемые проекты. Индивидуальные предприниматели могут оплачивать взносы на обязательное социальное и медицинское страхование. Однако в филиал фонда поступили обращения от граждан об отказе уплаты взносов на УСМС банками второго уровня и отделениями АО «Казпочта». Согласно закону об УСМС, самостоятельные плательщики имеют возможность оплачивать взносы на текущий финансовый год или на 12 месяцев вперед. Однако в регионе были выявлены факты отказа принятия платежей. Данный прецедент является нарушением законных прав граждан. Поэтому согласно закону об обязательном медицинском страховании, любой гражданин имеет право оплачивать, самостоятельный плательщик имеет право оплачивать либо текущие 12 месяцев за должность, либо оплачивать на год вперед. Поэтому мы не можем лишать наших граждан такой возможности. И фонд социально-медицинского страхования инициировал письма в «Казпочту» и на головные уровни, центральные уровни банка второго уровня. И на сегодняшний день данная проблема у нас решена. То есть граждане спокойно могут оплачивать взносы. Акционер нарушения АО «Казпочта» в данный момент УСМС принимает без проблем самостоятельных плательщиков. На сегодня никаких нарушений в этом плане нет. Важно отметить, статус застрахованности сохраняется в последующие три месяца после последнего проведения платежа. Но это право не освобождает граждан от обязательности оплаты взносов на УСМС за неуплаченный период. Эдуард Погребицкий, Василий Вережников, Кокщиак, Парад. Выбирайте правильный путь. Путь прав человека. Под таким лозунгом состоялось мероприятие в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, которое ежегодно отмечается 1 декабря. В акции приняли участие более 600 школьников и студентов. Подробнее в следующем сюжете. Масштабная инициатива была направлена на повышение осведомленности молодежи о проблемах ВИЧ. В ходе мероприятия участникам была представлена информация о путях передачи и методах профилактики заболевания. Программу сопровождали видеоролики и театрализованные постановки. Вступившийся вчера. Сегодня спасется. Надежда посвятит каждой судьбе. Сердце планеты пока еще бьет. Сердце планеты во мне и тебе. Пусть нашим детям не грозит СПИД. Масштабная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Каждый желающий имеет возможность пройти экспресс-тестирование и определить свой ВИЧ-статус. На сегодняшнем мероприятии мы узнали очень много полезной информации о ВИЧ-инфекции, меры предосторожности, пути передачи и что нужно делать, чтобы не столкнуться с данной проблемой. Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения граждан, которая способствует повышению уровня осведомленности общества. Особо был отмечен Эдуард Погребицкий, редактор телеканала КОКЩЕ, который вносит большой вклад не только в информирование населения, но и в борьбу с дискриминацией. Люди с ВИЧ-статусом, они не опасны, с ними можно дружить, с ними можно строить отношения, с ними можно общаться. Это абсолютно такие же люди, как и мы с вами. И данная проблема должна быть не стигматизированной, как сейчас. В большинстве случаев у людей она вызывает какие-то негативные ассоциации, то есть и сразу же людей с ВИЧ-статусом относят к какой-то категории определенной, а зачастую это вообще не так. И вот над этим мы работаем. Акция стала важным шагом в укреплении солидарности в обществе, а также напоминанием о необходимости совместных усилий в профилактике, поддержке и защите прав каждого человека. Райлом Шатарымбек, Павел Соловьев, Алмаз Адвакасов, Кукчахбарат. В областном центре состоялась фотодокументальная выставка «Гибрат Тахомар», приуроченная столетию ветерана, общественного деятеля, почетного гражданина города Кукшетау Буркипая Батырханова. На выставку были приглашены студенты Кукшетауского университета имени Шуканова-Альханова и курсанты Академии гражданской защиты имени Малика Габдулина. Экспозицию посетила и наша съемочная группа. Беркутпай Месепул Батырханов – пример истинного героизма и самоотверженности. В 1942 году был призван на фронт. В годы Великой Отечественной войны проявил мужество и стойкость. После военные годы продолжил служение родине, занимал ответственные должности и активно участвовал в развитии Акмолинского региона. Основная цель организации данной выставки – ознакомление и освещение трудовой деятельности Буркипая Масипула. Его жизненный путь и вклад в развитие общества служат примером добросовестности и гражданской ответственности, вдохновляя подрастающее поколение на труд во благо Родины. Инициатива была направлена на популяризацию его наследия и формирование у молодежи чувства патриотизма. «Жизненный путь и заслуги героя вдохновляют стремиться быть достойными гражданами нашей страны», отметили курсанта Академии гражданской защиты имени Малика Габдулина. Буркипая Масипула был призван на фронт всего в 18 лет, проявив мужество и стойкость в борьбе за Родину. Для нас, подростков 17-18 лет, его история яркий пример настоящего патриотизма. «Его заслуги перед Казахстаном вдохновляют нас стремиться быть достойными гражданами нашей страны. Я решил, что в будущем стану настоящим патриотом, готовым защищать Родину, как это делал Буркипая Масипула». Отметим, в областном государственном архиве создан личный фонд героев, в котором содержатся опись, наградные документы, партийный билет, документы служебной и общественной деятельности, интервью с фондообразователя. В завершении мероприятия, вниманию посетителей, был представлен фильм, в котором Буркипай Батырханов от первого лица делится личной биографией. Таможенники аэропорта в столице Китая, Пекине, задержали иностранца, который незаконно перевозил наркотики. У преступника изъято 123 капсулы, общий вес которых превысил полтора килограмма. Это самый крупный наркоторговец, обнаруженный за последние пять лет. При досмотре пассажиров рейса в аэропорту внимание сотрудников привлекло то, что подозреваемый мужчина не предоставил никаких сведений о грузе в таможенную декларацию и его тревожные действия. В результате допроса и проверки было установлено, что он спрятал в себе наркотики. Он был немедленно доставлен в инспекционную службу и взят на врачебный контроль. Позже он несколько раз выводил из организма наркотические капсулы. Экспертиза подтвердила, что они содержат высококачественный кокаин. Транспортировка наркотиков в организме человека – опасный метод, который часто используют преступники. Наркотические капсулы могут быть повреждены и разорваны желудочной кислотой, что может привести к смертельному исходу, распространяя токсичное вещество по всему телу человека. Китайские законы строго относятся к перевозке наркотиков. По закону, лицо, занимающееся перевозкой или сбытом наркотиков в любом случае привлекается к уголовной ответственности. Подозреваемые могут быть приговорены к длительному тюремному заключению и даже к смертной казни. В Кыргызстане будет введен электронный контроль за бытовыми конфликтами. По данным ответственного ведомства, законопроектом предполагается внедрение электронного мониторинга, проведение бытовых агрессоров, а также расширение перечня ограничительных мер, таких как запрет на общение с потерпевшими и ограничение родительских прав. В соответствии с законопроектом, введенные меры используют технические средства для удаленного контроля за соблюдением временных защитных предписаний и ограничений. Суд может назначить до трех месяцев наблюдения за местом нахождения и соблюдения установленных запретов. Невыполнение требований охранного предписания, программы исправления или запретов, находящихся под электронным контролем, влечет суровое наказание, включая продление срока ареста. Максимальный срок ареста за неисполнение требований, предписания временной защиты, запретов и ограничений предлагается увеличить до 14 суток для усиления воздействия на нарушителей. Осуществление электронного мониторинга и контроля за нарушителями возлагается на уполномоченный орган. Порядок и условия эксплуатации технических средств определяются Кабинетом министров. В Ирландии пройдут досрочные всенародные выборы. Всего в парламенте 174 места. Это на 14 мест больше, чем на предыдущих выборах 30 ноября 2020 года. Это свидетельствует о росте населения республики. В 2023 году в стране проживало 5026 миллионов человек. Количество избирательных округов также было увеличено с 39 до 43. Каждый из них должен иметь от 3 до 5 представителей в парламенте. Всего за места в Нижней Палате парламента борются 685 кандидатов. Избирательные участки работают с 7 часов утра до 20.00 по местному времени. Политическая партия, набравшая более половины голосов, получает право на создание правительства. Однако такого в политической истории Ирландии не происходило с 1977 года. Алматинская команда Кайрат вышла в финальный этап Лиги чемпионов по футзалу. В группе «Б» на данный момент Алматин солидирует с шестью очками. После победы французского Этуаля над хорватским футзал Динамо со счетом 4-3 стало известно, что Кайрат досрочно вышел в финальный этап. После двух туров у Этуаля три очка у футзала Динамо и Олмисума по одному. Поскольку в первом туре Кайрат обыграл Этуаль со счетом 4-2, результат предстоящих игр ничего не решит. Последний матч в своей группе алматинцы проведут с футзал Динамо. В полуфинал Лиги чемпионов, кроме Кайрата, попадет победитель трех других групп. Завершился крупный международный турнир по настольному теннису VTT FIDER в Португалии. Отметим, что честь страны в этом соревновании защищали Владислав Захаров, Сорвенос, Меркадирова, Зауреша Кашева и Ангелина Романовская. К сожалению, попасть в число призеров турнира казахстанским спортсменам не удалось. Они закончили борьбу за приз на ранних этапах. На чемпионате мира по настольному теннису среди юниоров, которые проходят в шведском городе Хельсинбург, казахстанец Алан Курмангалиев выбыл из соревнований в первой-восьмой финала. Соперником Курмангалиева в этот период стал немецкий спортсмен Андре Бертельсмайер. Встреча завершилась со счетом 4-1 в пользу соперника. Отметим, что 17-летний казахстанец выступал в юношеской категории до 19 лет. В первой-16 финала Курмангалиев продолжил соревнования, победив камерунца Юлана Батикса со счетом 4-3. Он также участвовал в парных соревнованиях. Благодаря своим погодным условиям Акмолинский регион идеально подходит для развития зимних видов спорта. В этом году количество занимающихся такими спортивными направлениями в области составило около 25 тысяч человек. Зимние виды спорта включают биатлон, беговые лыжи, хоккей с шайбой, горные лыжи, шорт-трек и фигурное катание. На сегодняшний день растет интерес подростков к зимним видам спорта, поэтому количество секций увеличивается. В целом, одной из важных задач является приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни. В городе Кокшетау можно записаться на секции зимних видов спорта в специализированных детско-юношеских школах Бурабай и в двух областных центрах подготовки Олимпийского резерва. В городе Щучинске республиканская лыжная база состоит из лыжно-биатлонной трассы протяженностью 4585 метров, биатлонной трассы в 7071 метр. Во дворце спорта города Кокшетау имеется ледовая площадка для подготовки спортсменов к хоккею с шайбой и фигурному катанию. 11 объектов лыжных баз, в том числе на селе 4, в спортивных школах 6 баз. На стрельбищах 3 объекта, в том числе на селе 1, хоккейных кортов 102 единицы, в том числе на селе 68 из общего количества хоккейных кортов, 2 крытых и 66 открытых. Акмолинская область всегда славилась добрыми традициями развития зимних видов спорта. Зимние виды спорта культивируются в 17 спортивных школах области, а также в центре подготовки Олимпийского резерва и школе высшего спортивного мастерства. В рамках благотворительного проекта «Лыжня в село» было закуплено 721 пара лыжного инвентаря. Также в этом году продолжается реализация этого проекта. Среди тех, кто занимается лыжным спортом – Ярнур Жанбулат и Яросыл Журезбек. Яросыл Журезбек был приведен отцом три года назад во вторую специализированную детско-юношескую школу областного Олимпийского резерва. Ярнур Жанбулат уже два года осваивает все тонкости спорта. Оба спортсмена – одноклассники, у каждого свои достижения. «Когда только пришел в этот спорт, было тяжело. Езжу на лыжах два года. Множество раз принимал участие в соревнованиях. Есть 10 медалей. Это мое хобби, мне нравится кататься на лыжах. Когда я приехал сюда, у меня было много проблем, потому что я падал. А сейчас все хорошо. Завтра в Щучинске будут соревнования, меня пригласил отец. Потом мы пошли к тренеру. Наставником была Екатерина Юрьевна». Зимний спорт в Акмолинском регионе развивается успешно. Эдуард Погребицкий, Кайрбек Толик Генов, Сабина Жамшитова, Медед Кайркенов, Кокщиак Парад. На этом наш выпуск завершен. В студии работала Зарина Беккалиева. Увидимся с вами в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин